Привет, дорогие друзья! Ну что, это видео о феноменальной истории, о том, как коронавирус, и почему коронавирус в Украине не так сильно распространяется, как в других странах Европы. Вполне возможно, это связано с тем, что... или с другим, с чем-то, и в общем. Суть в том, что это видео о коронавирусе. Ну, для начала я хочу вам показать небольшой ролик. Вы знаете, я начал читать в интернете о том, что партия Ширия в оффлайне слабо существует, что она типа в онлайне. Я не, ну, не виню этих всех экспертов в том, что они... может, очки запотели? Всем привет! Меня зовут Наташа, я являюсь донором на протяжении шести лет. Все, едем на почту. Всем привет! Доброе утро! Разговор с врачей начинается скоро. Я доктор Ильич Роман Иванович, семейный доктор. Работаю в лозаре. Попросили помочь одной женщине-инвалиду, в которой завалился профтон. Все понятно? Ну, а теперь о непонятном. О феноменальной истории, которая началась с Николаевской области. А случилось, ну, реальное чудо. Дело в том, что Николаевская область хуже всех была подготовлена к эпидемии коронавируса. Тем не менее, вы отлично, наверное, помните, как начали спрашивать, и меня на каналах спрашивать, а в чем вообще, как по-вашему, феномен этой области, что там ни одного заболевшего. Я сказал, вполне возможно. Просто мы имеем дело с замалчиванием, как и по всей Украине. А мне говорили, ну, кто его знает, кто его знает. Ну, я сказал, или целебный воздух. Тут два варианта. Или замалчивают, или целебный воздух. Коллегу, одразу хочу сказать, что станом на сегодня на Николаевщине не зареєстровано жодного випадка захворюваности на коронавирус. Едина область без коронавирусу – Миколаевская. Несмотря на то, что область получала, ну, явно не очень много средств защиты, средств для идентификации этого вируса и так далее, местная власть продолжала утверждать, что все хорошо и подготовлено на 110%. У нас работники, которые на сегодня на Николаевской области максимально обеспечены всем и все, что нужно им. Потому что первая червовая людина, которая надает такую помощь – это лекарь. Именно это максимальное обеспечение всеми там и тестами на коронавирус, и всеми средствами защиты позволило сделать это чудо. Потому что это реально было чудо. Ни одного заболевшего, ни единого. И вот здесь вот губернатор отвечает, что вообще никакого секрета нет. Мы работаем на опережение. Начали работать с января. Благодаря поддержке президента и правительства мы сделали шаги на опережение, которые сегодня дали результат. Вы знаете, мне рассказывали когда-то в свое время про то, как один министр здравоохранения решил прогнуться перед тогда Ющенко, Виктором Андреевичем. И Ющенко приехал и этот ему докладывает, что вот у нас в области там чуть ли не геморроя нет. Да, ну тогда это так было воспринято, знаете, с опаской даже, почему у вас геморроя нет. Здесь практически та же история. Это благодаря тому, что Зеленский приказал. И знаете, когда Зеленский говорит, коронавирус вот так вот, ну просто было даже замечено, распадается на молекулы. Поэтому феномен Николаевской области будет также детально рассмотреть, почему там не зарегистрированы случаи, или это реальная картина, или, возможно, где-то у нас есть порушение алгоритмов. Как только мы имеем ответственность на эти вопросы, мы вам расскажем на черговом нашем... И вот феномен оказался под угрозой, потому что, как вы видите, санэпидемоврач сказал, что надо будет проверить, почему там не зафиксировано ни одного случая. Также президент Зеленский дал распоряжение проверить эту область. Поручил Минздраву провести проверку в Николаевской области, которая остается последней в стране, где не обнаружено случаев заражения. Это произошло 7 апреля. В Николаеве местная власть еще не поняла до конца, что происходит и что их сейчас проверят. Поэтому 7 апреля у них так и не было зарегистрировано ни одного случая. При этом они указывают, что с 16 марта у них на учете все приехавшие. То есть все, кто приезжают, они их учитывали и все такое. Вот это вот этим объясняется феноменальная эта вся история. Уже 11 апреля ситуация резко меняется. Как только Минздрав начинает проверку, так и обнаруживаются сразу два первых больных коронавирусом в Николаевской области. Тем временем телеграм-канал Резидент пишет удивляет идиотизм главы облдержадміністрации, которая не улавливает сигналов из офиса президента. Политические телеграм-каналы писали еще в начале прошлой недели о странной ситуации в Николаевской области. И даже публиковали драфты, как выйти из-за шквара. Но Александр Стадник посчитал, что у него особое положение в офисе президента. Натомисть у МОЗИ вирішили проверить феномен Миколаевщины, где доси не зафиксовано жодного випадка COVID-19. Вы знаете, стоит людям усомниться вот в чуде, ведь это же было чудо. Николаевская область чудесная была, люди немножечко усомнились, маловеры, и все, чудо исчезло. И на сегодняшний день там уже 100 заболевших коронавирусом. Почему это происходило? Я сейчас вам объясню. Деренюга, местный журналист, опубликовал двор городской поликлиники номер 5 в Николаеве. Медикам приходится стирать одноразовые костюмы. Еще и бахилы им приходится стирать. На это моментально отреагировал мэр Николаева, сообщивший о том, что врачи стирают одноразовые халаты для того, чтобы их утилизировать. Они их дезинфицируют, стирают и закапывают куда-то. Ну, выбрасывают мусорник. Вы верите? Я верю абсолютно. Фишка в том, что еще 10 апреля главврач областной инфекционной больницы заявила, что внезапно количество больных пневмонии в инфекционной больнице Николаева с начала 2020 года в 18 раз больше, чем год назад. Давайте подумаем, что же это за такая пневмония, вот косит людей в Николаеве и у них не диагностируют ничего. Также неизвестно, сколько из них умерло и сколько из них было реально больны коронавирусом. Сколько из них заразило всех других. Ради статистики мы сделаем все. Но уже через два дня глава Николаевской облгосадминистрации Стадник анонсировал конкурс на должность главврача областной инфекционки. Ну, не справилась женщина. Ну, не справилась. Вот сделала заявление. У нас в 18 раз больше заболевших пневмонии, чем в прошлом году. Не справилась. Давайте ее заменим. Я не выносила ссоры из избы. Главврач Николаевской инфекционки заявила, что работа штаба по борьбе с коронавирусом велась для галочки. Там был создан штаб некий при облгосадминистрации. Якобы работа там, чтоб коронавирус. Но, оказывается, потом все посыпалось. Врачи начали говорить, что не было никакой работы. Ничего вообще не делалось. Просто замалчивалась статистика. Дальше больше. Служба безопасности Украины начала проверку и выяснила, что медперсонал Николаевского лабораторного центра использовал нестандартизированные пробирки и некачественные химические вещества, которые производятся непосредственно на месте и не соответствуют национальным нормам и стандартам. То бишь, они начали проводить тесты, по всей видимости, тестами, которые изготавливались на месте. Из-под ручных средств, я так понимаю. Как выяснилось, 17 апреля Николаевская область по обеспечению тестами находилась на одном из самых последних мест. Далее появляется информация о том, что в городской больнице номер 4 Николаева пациентке был сделан экспресс-тест на коронавирус. И он показал положительный результат. Но дальше пациентку, направленную в Николаевскую областную инфекционку, где повторный экспресс-тест на наличие коронавируса и инфекции, не показал у нее никакого результата. То есть показал отрицательный результат. Эта же женщина, я должен заметить, обратилась к нам. Ей сказали сделать обследование. Они ждали 5 дней. Потом сказали, что подтвердилось. Потом сказали, что не подтвердилось. Вот это вот результаты уже обследования ее легких, от 19-го, если не ошибаюсь. А вот это вот ее муж. Ее муж является военнослужащим. И он обращается к президенту. Шановный панец президент, Верховный Голокоманович Збройных Сил Украины, я військовослужбой Збройных Сил Украины звертаюсь до вас, звертаюсь до мера міста Миколаева, пана Сенкевича, звертаюсь до головной областной державной адміністрации, пана Стадника. З наступного приводу, зараз я знаходжусь далеко за межами Украины та виконую миротворчую миссию. Тоже не маю змоги допомогти своей родине. Короче, дальше парень решает просто забить и говорить на языке, на котором ему удобно говорить. Моя жена Оксана 19 марта прибыла самолетом из Египта, с города Шальм-Ар-Шейх, в город Одессу, с отдыха, с детьми. В аэропорту Одесса никто не требовал подписывать никакие бумаги о самоизоляции. Им просто померили температуру, и она обычным маршрутным такси добралась до города Николаева. Как ответственный гражданин Украины, она провела 14 суток дома, на самоизоляции, вместе с детьми. Но 31 марта у нее начали появляться симптомы заболевания. Сначала кашель, потом начала печь в груди, потом начала повышаться температура. Неоднократные обращения к врачам с просьбой провести тест на коронавирус не увенчались успехом. Причина отказа объяснялась тем, что симптомы коронавируса проявляются на 10 день. Сначала она обратилась в свою страховую компанию, которую ее обеспечивает работодатель. Ей назначили лечение по телефону в виде антибиотиков. Они сбили температуру. 3 апреля жена обратилась к семейному врачу. Ей также было назначено лечение в телефонном режиме в виде антибиотиков. Антибиотики сбили температуру и все. 4 апреля начал появляться кашель у сына. И жена начала бить тревогу. Неоднократные обращения, опять же, для того, чтобы сделать тест на коронавирус, не увенчались успехом. Только благодаря нашим друзьям, влиятельным бизнесменам, нам удалось достать этот тест. Врачи прибыли на дом и при этом попросили мать жены, чтобы она тоже приехала для проведения теста к нам домой. Что категорически запрещено, так как она контактировала и после этого ездила в общественном транспорте. Провели тест всем четырем членам семьи. Двум детям, жене и матери жены. При этом жене проводили тест, принимая кровь из пальца. После того, как взяли кровь, закрыли эту специальную плашку. Они поняли, что крови мало. Они ее обратно открыли. Добавили крови из пальца и обратно закрыли. То есть, достоверность этого теста заслуживает внимания. Врачи, которые принимали тест, сказали, что ожидать результатов необходимо не менее пяти дней. При этом, тест был взят вчера, 7 апреля. Сегодня, 8 апреля. Семейный врач позвонил моей жене и сказал, что тесты готовы все негативные. Через некоторое время, точнее, через 20 минут, жене позвонили из инфекционной больницы и начали уточнять ее данные. На что она сказала, что ее уже уведомили о том, что тест отрицательный. В инфекционной больнице сказали, что результатов теста еще нет. То есть, я считаю, что достоверность тестов очень сильно завышена. Уважаемые граждане Украины, жители Николаева Николаевской области, уважаемый президент, мэр города и руководитель областной государственной администрации, обращаюсь к вам еще раз, как военнослужащий вооруженных сил, как гражданин Украины, как отец, сын и муж. Дай бог. Чтобы мы когда-нибудь узнали правду. Пока.